В течение 12 недель 100 отважных смельчаков боролись друг с другом, проходили сложнейшие испытания. Все это для того, чтобы сегодня 12 лучших из них смогли побороться за главный приз и мечту всех искателей приключений. Сундук с сокровищами. Мы приветствуем вас на финальном шоу проекта «Морской бой» на телеканале «Мой город». Итак, давайте поближе познакомимся с героями, которые сразятся в финале. Продолжение следует... Ну что ж, наконец-то наши команды появились из воды и теперь уже мы готовы познакомиться с ними как следует. Начнем с команды «Красных». Рассказывайте, кто ваш капитан и как будет называться ваша команда. Капитан я, меня зовут Алексей. А наша команда называется... Красный! Отлично! Ответьте на вопрос, почему красный? Потому что красный цвет – цвет наших побед. Потому что красный для синих опасный. Ешьте красную икру, она полезна поутру. Ну что ж, будем надеяться, что команде «Красных» действительно повезет сегодня и название поможет им в наших испытаниях. Продолжаем знакомиться и это команда «Синих». Меня зовут Максим. Мы называемся «Могучие синяки». Наш девиз – «Синяки, могучие, мы будем лучше!» По традиции задал вопрос, почему «Могучие синяки». Ну, возбужали потому что. Или вчера было весело. Нет, с прошлых игр возбужали. Возмужавшие синяки сегодня поборются с красным фарватером. И именно сегодня мы узнаем, кто же лучший из лучших. Это финал морского боя на телеканале «Мой город». Отлично! Испытание «Эстафета». Команде нужно доставить большой мяч к финишу и как можно быстрее вернуться к старту с мячом для водного пола. В эстафете принимает участие вся команда, преодолевая препятствия, расставленные на дистанции. Итак, это первое испытание «Морской бой. Финал». Поехали! Итак, первое испытание стартовало. И вот мы видим, как первая участница отправляется в воду. И ее задача – доставить этот огроменный красный шар второму участнику. Но сложность заключается в том, что ей нужно пробраться сквозь эти камеры. Не так-то просто дается первое испытание, потому что этим здоровенным шаром управлять не очень-то легко. Но мы видим, что первая участница справляется и пока что показывает неплохой результат. Хорошее время у команды «Красных». Итак, она уже практически добралась до второго участника. И да, видим мы, как она передает ей этот мяч. Все, задача участницы номер два – всего лишь положить этот мяч к себе в лодку. И таким образом добраться до третьего этапа. Но почему-то пока не удается ей найти баланс. И, собственно, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же мы видим-то? Лодка переворачивается. И значит, что нужно остановиться, забраться обратно в лодку, закинуть туда мяч и только после этого продолжать движение. Да, команда «Красных» явно негодует, но ничего страшного. Это только начало, это только первое испытание. И всего лишь второй этап. Еще все впереди, можно будет все исправить. Итак, участнице пока не удается забраться в лодку. Вот мы видим, как ее попытки заканчиваются неудачей. Вот она пытается опереться на бортик, чтобы было проще забраться в лодку. А тем временем драгоценные секунды утекают. И синие, синие все больше и больше улыбаются и радуются. Ведь они понимают, что теперь они находятся в выигрышной ситуации. И теперь уже они знают, как точно не стоит плыть в лодке, чтобы не перевернуться. Тем временем участница уже забралась в лодку, но чуть-чуть, чуть было не потеряла вновь равновесие. И не перевернулось ее плавательное средство. Товарищи по команде объясняют, как лучше разместиться в лодке, чтобы удержать равновесие. Вот, наконец, кажется, ей удалось это сделать. И она помещает мяч к себе в лодку и направляется к третьему участнику, который уже ждет, не дождется ее возле этой горки. Да, наконец-то мяч передан. И теперь уже третьему участнику предстоит пройти не самое простое испытание. Для начала, конечно же, нужно забраться на эту горку, что уже нелегко. Ну, а теперь ему нужно еще и поднять этот мяч на самую вершину. А это уже очень даже сложно, должен признаться вам честно. Ну, вот видим, мы видим, как третий участник достаточно легко справляется с этой задачей. Медленно, но верно забирается на вершину. Да, он это сделал и теперь уже вылазит с горки сам. И отправляется навстречу к четвертому участнику, который ждет его внизу в воде. Он должен поймать те мячи, которые будет закидывать ему участник снизу. Первая попытка оборачивается неудачей. Второй мяч точно в руки. Третий точно в руки. И теперь уже вместе с первым мячом этот участник направляется в обратную сторону. Все то же самое должны провернуть красные, но только в обратном порядке. Вот это да, вот эта тактика. Вы только посмотрите. И есть равновесие, и есть неплохая скорость. Да, красные явно учатся на своих ошибках и уже впредь не допускают их. Итак, последний участник взял мяч в руки и направляется к финишу. Да, последний финишный рывок осталось сделать красным, и это испытание будет пройдено. Я напоминаю, что ему также необходимо пробираться сквозь камеры, которые расположены в хаотичном порядке на дорожке. Ну и, естественно, не забывать про то, что время на секундомере неумолимо бежит, и уже достаточно много его набежало. Но ничего страшного, красные все впереди. Итак, последний финишный рывок, и испытание пройдено. Красные справились с этим заданием. Ну что, красные, 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 рассказывайте, рассказывайте, как прошло испытание. Какие эмоции? Мы сейчас выработаем стратегию. Мы, я на самом деле, думаю, что синие теперь будут от нас ждать слабости. Это наша стратегия. А какой этап оказался самым трудным? Угодайте. Какой этап показался? На самом деле, мы немножечко сейчас проигрываем, скажем так. Мы проигрываем. Дело в том, что синий, они знают все уже слабые места, и делают сейчас логировки и прочее. Я думаю, они провалятся не на этом этапе, а на остальных пяти. А сразу? А сразу? Прямо сейчас посмотрим, как с этим испытанием справятся синие. Итак, первое испытание. Команда «Синий». Вперед! Ну что ж, синие отправляются на прохождение этого испытания. Первая участница лихо влетает в воду и сразу же направляется к камерам, которые ей необходимо преодолеть. Ну и, конечно же, нельзя забывать про то, что огроменный синий, теперь уже мяч, нужно доставить своему коллеге, участнику, который ждет на втором этапе. Вот здесь нужно найти баланс между скоростью и качеством выполнения этого задания. Потому что, если что-то сделать некачественно, то, опять же, будут потеряны драгоценные секунды. Итак, первое испытание, первый этап этого испытания проходит достаточно быстро. Вторая участница с легкостью справляется с поставленной задачей, но вот сейчас, к сожалению, слишком далеко отпускает она мяч от себя. Но, тем не менее, второй участник смог до него дотянуться и уже как пароход буквально направляется стремительно к участнику номер три. И так, третий участник закидывает мяч на горку и пытается забраться сам вслед за ним. Да, он оказывается на горке и теперь ему нужно подняться на самую вершину. Вот так, ногами подпиновая мяч, он это делает. Неплохую скорость развивают синие, достаточно быстро проходит это испытание для них. Будем надеяться, что дальше все будет складываться так же успешно. Итак, третий участник направляется к четвертому этапу и ждет, ждет, когда же ему закинут мячи. Но, что мы видим, мяч не долетает до первой вышки и не долетает, надо сказать, приличное расстояние. Не хватает нашей участнице силы, не хватает ей, может быть, устойчивости. Ну, конечно, не хватает устойчивости. Глубина-то приличная до дна не достать и поэтому не получается у нее забросить мяч на первую вышку. Вот мы видим, как участник команды синих уже лег буквально, спустил руки вниз, чтобы поближе, быть поближе к этому мячу. Но ничего, ничего пока не получается у синих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И время, время утекает. Время утекает. И синим нужно что-то срочно предпринимать, срочно что-то придумывать, чтобы пройти это испытание и закончить эстафету в конце-то концов. Ну что же, мы слышим, как синие подбадривают свою участницу, подсказывают ей, что все хорошо, ничего не потеряно. Вот мы видим, как она пытается уже задом кинуть мяч, чтобы было удобнее, но, к сожалению, вновь ничего не получается. Итак, ситуация накаляется, время идет, секундомер никто не останавливал, а дело с места пока что не сдвигается. Все три мяча находятся на воде, хотя бы два из них должна закинуть участница на первую вышку своему коллеге по команде. Итак, вновь бросает она чуть-чуть, буквально чуть-чуть не хватило ей. Ну что же, еще одна попытка есть у нее, конечно, не одна, еще много попыток, но нужно закидывать его уже сейчас. И вот мяч совсем улетает за пределы бассейна. Ну, конечно, нет, конечно, конечно, он вернется обратно в воду, это не по правилам, и участники это понимают. Синие возвращают мяч в бассейн. Ну что же, 3 минуты 45 секунд на секундомере, это значит, что синие уже практически приблизились к результату красных. И вот совсем чуть-чуть не хватило в этот раз для того, чтобы участник синих смог уцепиться за мяч. И да, да, вот мы видим, как сейчас он сделал это и поймал первый мяч, но это значит, что остается забросить еще один мяч на первую вышку. Времени для этого уже совсем нет. Вернись, вернись, вернись обратно, конечно. Нужно забросить еще один мяч. Не спеши, не спеши. Вот, да, конечно, силы, силы покидают нашу участницу. Не так-то просто это держаться на воде в течение трех минут, да еще и прилагать физические усилия к тому, чтобы закинуть этот мяч на немаленькую, надо сказать, высоту. И так, очередная попытка. И да, сразу, с первого раза закидывает мяч на вышку и направляется к тому самому мячу, который теперь нужно будет передать последующим участникам, чтобы доставить его к финишу. И остановить, наконец-то, время на секундомере, которое, кстати говоря, показывает уже 5 минут и 15 секунд. Да, на самом деле это не лучший результат, который могли показать синие, но что поделаешь, возможно, неверно была выбрана расстановка игроков по этапам эстафеты. Возможно, причина в другом, не знаю, не знаю, главное, чтобы синие смогли извлечь из этого нужные уроки и в последующих испытаниях не повторить уже сделанных ошибок. И так, вот мы видим, как с легкостью участник на лодке проходит свой этап. Очень мало времени у него на это ушло. И вот уже последний участник направляется к финишу. Да, я напоминаю, что на обратной дороге также необходимо проходить сквозь камеры. Что и делает, что и делает наша участница. Последняя, на которую синие, естественно, возлагают все надежды, что она покажет хороший результат. И в целом синие смогут пройти этот этап достойно. Ну что ж, скорее-скорее слышим мы, как подбадривают ее товарищи по команде. И вот уже буквально считанные метры остаются до финиша. И звучит свисток испытания пройти нам. Все? Все. Мы победили. Ну что ж, синие справились с этим испытанием. И рассказывайте свои эмоции. А что эмоции? Классные эмоции, все хорошо, все замечательно. Мы все наверстаем. Страсти кипят, нервы на пределе. но в любом случае сундук с сокровищами достанется только одной команде. Итак, результат первого испытания. Красные справились с ним за 275 секунд. И команда Синих прошла его за 387 секунд. Внутри еще 4 этапа, и все может кардинально поменяться. Это морской бой в финал на телеканале «Мой город». Испытание «Рыбалка». Команда должна поймать на удочку всех надувных рыб, плавающих вокруг шаттла. Два участника помогают своей команде из воды. Испытания проводятся на время. Что ж, пришло время рыбалки, и это команда Синих. Поехали! Итак, Синие приступают к рыбалке, и вот их плавательное средство под названием «Шаттл», но которое мы чаще называем «Банан», отшвартовывается от берега и направляется к местам, где водятся вот такие замечательные касатки. В чем суть этого конкурса? Мы видим, как три участника находятся на плавательном средстве, и, соответственно, двое помогают им в воде. Один направляет их шаттл к местам, где находятся рыбы, а другой помогает зацепить или поймать этих рыб, и тем самым улучшить улов своей команды. Ну что ж, уже три, если я не ошибаюсь, или даже четыре рыбешки находятся на борту Синих, и вытаскивают они их одну за одной. Такое ощущение, что всю свою сознательную жизнь они занимались не банковским делом, не работали на телевидении, а рыбачили с утра до вечера, рыбачили. И есть, и есть у них навыки в этом деле, особенно когда в руках вот такая замечательная зеленая удочка. Ну что ж, одна из последних рыб, я так понимаю, отправляется на борт к команде Синих, и звучит свисток, рыбалка окончена. Рассказывайте, как прошла рыбалка, как улов? Несмотря на то, что у нас потери в одного участника, мы очень стараемся и идем к победе. Покажите, какую рыбу поймали. Никогда не думал в Сибири окунь поймать. У нас был удивительный рыболов, удивительный рыбомотор. Главное, прикормка какая-то. Покажите, как уловка удалась. Так, сегодня уха будет или нет? Будет. Из петуха. Отлично, это была команда Синих, и прямо сейчас это же испытание от команды Красных. Партнеры проекта. Торговая марка «Молокошка». Молоко для тех, кто любит себя по-настоящему. Компания «Родники Кузбасса». Целебная сила родной воды. Медицинский центр «Ваш доктор». Медицинский центр «Ваш доктор». Индивидуальный подход, высокий профессионализм, оперативная помощь. Страховая компания «Сибирский дом страхования». Самое достойное страхование. Компания «Четыре стихии». Попробуй каждую и пой. Развлекательный комплекс «Лазурный берег». Избранные вкусы Востока. Компания «Флор Дизайн Пак». Станет в жизни веселой, яркой от наших сувениров и подарков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова